Хоккей с мячом, друзья. Анна Тройгубова наблюдает за этими батариями и расскажет, что же за юноши осмелились уже такие выйти на лёд и сыграть. Доброе утро всем. Вновь приветствую. Ну, в данный момент играют две команды. Родина и Сибскана. Это Киров против Иркутска. Но ещё предстоит выйти большому количеству команд на лёд, безусловно, когда он освободится. Но в том числе наш Енисей. Енисей 2004 тоже будет играть. Рядом со мной как раз находится тренер этой команды Михаил Добрынин. Доброе вам утро. Ну, расскажите, насколько серьёзно действительно этот чемпионат? И, может быть, смотрим ли мы на будущих победителей университет? И университет. Пока только университет. Это финальный этап. Собрались 8 лучших команд страны. От Архангельска до Хабаровска. В каждой игре большая борьба идёт, напряжение. То есть соревнования очень высокого года. Как наши ребята? Насколько готовы? Для них это уже привычно на таком серьёзном уровне выступать? Или они мандражируют немного? Ну, это наш четвёртый уже финал по нашему возрасту. Конечно, есть небольшое волнение у ребят. Но мы стараемся настраивать их на каждую игру и преодолевать это волнение. А вот с какого возраста начинают ребята играть в хоккей с мячом? Вот к этому возрасту, к 14-15 годам они уже насколько долго играют? Ну, ребята начинают заниматься с 5 лет. Поэтому уже 10 лет они занимаются хоккеем с мячом. И вышли вот на такой уровень. А они, получается, большинство как приходят сразу? Прямо у них мечта такая была именно хоккей с мячом? Не с шайбой, а именно с мячом? Или как-то переходят? Нет, в основном родители приводят детей. Если, допустим, папы живут где-то в этом районе, они обязательно приведут детей в эту секцию. Скажите, нам, вот мы тоже замечали неоднократно на трибунах во время матчей, да, и нам тоже рассказывали, что частенько, когда родители приходят болеть за своих ребятишек, они кричат там, давай, беги вперёд, бей, даже если он там в защите стоит, беги. А тренер, наоборот, у него же есть определённая схема игры. Вот как с этим бороться? Ну, родители у них эмоции. Они хотят, чтобы дети забивали голы. А мы более профессионально относимся. То есть мы расставляем игроков на поле, чтобы видим, где они должны больше приносить пользу команде. Ну, то есть ребята, в принципе, командой хорошо держатся. Есть у них вот такой командный дух. Они дружат друг с другом. Вообще, можно, ну, нужно дружить в команде. Думаю, что да. Это и на поле помогает, и в жизни потом это будет им помогать. То есть коллектив обязательно должен быть. Ну, расскажите, с кем нам предстоит... Я знаю, что сегодня мы выходим чуть попозже на лёд. Наши ребята, с кем им предстоит сразиться? Насколько по уровню, ну, высокая команда уже, как бы, в более процентах? Ну, да. Сегодня у нас такая более ответственная игра, потому что мы встречаемся с чемпионами по нашему году. Ну, такой маленький финал сегодня. Такой скрытый, можно сказать. А когда мы уже узнаем победителя чемпиона, до какого числа ещё ребятам предстоит сражаться? Последние игры состоятся в воскресенье, 24-го числа. Мы приглашаем всех болельщиков посетить наши игры, поболеть за ребят в Красноярске. Ну, что ж, спасибо большое. Я думаю, что обязательно мы к этой борьбе подключимся. Тем более, что ребята действительно совсем юные ещё. У них такой задор молодецкий совершенно. Он ещё присутствует, поэтому пожелаем, безусловно, удачи нашей команде. Про неё мы сейчас как раз и говорим. А Михаила Добринер, на основном, был её тренер. Как раз и было. Спасибо вам большое. Ну, и всем побед!